привет лисяне гости жители моего сказочного леса а в эфире очередной выпуска моего вышивального колхоза и так чтобы полностью соответствует теме вот я в олимпийке и представьте что внизу у меня кавлуки ну чем не колхоз как вот читают городские совсем скоро растает снег поля обнажаться и придет пора посевной осеять мы конечно будем крестики но мы вышивальщицы а пока самое время замесить замесить субстрат из наших бессонных ночей из наших слез пролитых от неудач быть может каких-то из пестроты вот этих ниточек прекрасных которых мы которых которые мы собираем после каждого набора или просто покупаем чтобы вышить автор скую схему быть может или кто-то рисковые многоцветку тогда нужно очень много ниточек и огромное поле снежное крестиков ну канвы я имею ввиду многое происходит в нашем вышивальном мире происходило происходит и будет происходить дальше главное наши к этому всему отношения итак давайте немножечко отступим от темы происходящего и у меня сегодня на самом деле юбилейный выпуск юбилейный он не по количеству видео а по количеству подписчиков нас 4000 спасибо вам мои самые дорогие самые любимые самые умные тактичные воспитанные просто я не не перестаю восхищаться вами вашими комментариями спасибо что вы их пишете чем больше комментариев тем лучше для канала тем он быстрее развивается а мне хочется мне хочется какого-то развития мне хочется продолжать делиться с вами своими чувствами своими эмоциями своими вышивками своими какими-то победами я не могу к сожалению побеждать марафоны там бегать хоть даже ходить вот элементарно чего я лишена это ходьбы и вот вчера особенно я это почувствовала потому что много дней не выходила на улицу не было такой возможностей муж уставал на работе не хочется его напрягать и вчера мне говорит а поехали прокатимся и после многих дней дома в заперти я обнаружила что наступила весна представляете аж до слез я говорю подожди вдоль дорог же вот у нас в городе широкие дороги вдоль дорог были вот эти насыпи снега они растаяли потом вообще уровень снега на полях он тоже понизился птицы поют по весеннему солнце я вижу в окно как светит солнце на этого не чувствовала вчера я это почувствовала этот как будто пропасть времени прошла не несколько дней там неделя а как будто просто сменились сезоны пока я тут в заперти как принцесса нахожусь заточенной в своей башне ладно всякое бывает вот и на таком подъеме я к вам сегодня выхожу поблагодарить вас нас 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 есть и 4000 и это это большая радость для меня это большая победа для меня потом и победить мне помогаете вы просто мои любимые лисяне люди которые мне доверились которые подписались которые смотрят мои видео комментируют даже те которые просто молчат и все равно лайкают или лайкают не важно важно что вы есть важно что вы неравнодушны и я вам очень благодарна я бы просто обняла каждого из вас я я и не только не плакать я очень благодарна спасибо огромное человеческое спасибо а я не хочу нагружать вас какими-то своими проблемами если вам нужны проблемы какие-то частные случаи из моей жизни вообще про мою жизнь то у нас есть канал лися не life в логовый канал туда тоже подписывается очень потихонечку я тоже этому очень рада тогда идите туда и смотрите там я могу и поныть и порадоваться и все все что угодно здесь мы творим здесь мы любуемся миром прекрасным и творим добро своими руками и так следующая моя статья в моем таком видео вестники крестик вестник колхозные новости с вышивальных полей будет называться так каковы семена таковы и всходы и в ней я хочу вам поведать о том чем сейчас занимаюсь что сейчас вышиваю на каких я этапах и какие у меня вот может быть ближайшие планы на вышивку и на творчество что-то такое загудела в компьютере ладно мы отправляемся в полет под под звуки взлетающего системника а вот и моя лисия радость очень темно в квартире цвета не цветопередача не очень хорошая из-за темноты но лиски уже очень классные уже каждая со своим характером или каждый пока не видно отсюда кто есть кто может быть когда вышью прям характеры будут видны и и определим с вами какие же они классные вышивается все замечательно все очень нравится уже накосячила когда устал вот есть такое вот чувствуешь усталость но выше но на желание вышить вышивать побеждает и ты вышиваешь а потом понимаешь что последние там я не знаю 100 даже больше крестиков вышел неправильно и вот такой момент у меня был два раза по моему даже я порола ежики ночью там плакали кололись но и или кактус или что там но в общем тяжело конечно пороть люди много порят не знаю мне жалко своей работы не времени даже жалко работа лисятки будут вышиваться но пока отложила связи с тем что реально сложно сложно вот в этом вот носу маленьком носу самые светлые лисички просто столько крестиков столько одиночек и это не вот уши одиночки сплошные носики одиночки везде где светлых много одиночки где темных много одиночки только рыжие такими областями где можно отдохнуть вышиваются а так вот вышиваешь и вышиваешь вышивать одиночки крепишь и крепишь крепишь и крепишь хочу я говорю мне так страшно но давайте посмотрим может быть вот как какое полотно потому что везде где крепление нити там ковер есть у меня протяжки как видите но они небольшие я стараюсь их закрывать следующими рядами крестиков чтобы все было прямо зафиксировано ну что ж поделать такая я наверное ленивая лисятки получаются получать мои лисятки но очень сильно от них устаю ей наверное я очень долго привыкаю к иголки для восемнадцатого каунта она настолько маленькая в моих толстых пальчиках что мне надо прям чувствовать что иголка иголка и тяжеловато привыкать к ней но когда привыкнешь уже скорость набираешь разгоняешься и пошла поехала еще вот из того что я из того что я буду или не буду здесь вышивать я не буду вот эти вот одиночные брызги вышивать не буду надпись точно не буду потом что еще фон я не буду вышивать у меня такой салатово бледно-салатовый цвет останется огромное просто количество так так вроде все буду бэкстича здесь нет поэтому я и сравниваю это вышивку с многоцветкой нет бэкстича количество одиночек просто иногда зашкаливает иногда больше вот в одном десятиклеточье одиночек иногда больше чем в моей многоцветки представляете и это просто хорошо что тут только три лисенка я бы забросил как и многоцветку вот она многоцветку как мы помним я забросила до покупки планшета как только появится планшет я я куплю к растичь сабу ну или что-то в этом роде может парадист что-то так много хвалебных отзывов я слышу про парадист что легче там и тогда будет проще мне вышивать многоцветку понятно что нужно привыкнуть к этому ко всему сначала ничего не бывает все просто сначала ко всему приходится привыкать себя где-то перебарывать себя где-то пересиливать но главное чтобы знать что цель хорошая цель даже не благородно отец от благородного цели не знаю добрая справедливая для меня важно это я уже не только правой шваку говорю хочется вышить хотя бы ради справедливости к своим же собственным начатышем чтобы все закончить все были довольны все это кто это я и кошки наверное так дебри бреда это нормально пойдемте гулять в дебри бреда отгремела 8 марта и очень много я получила подарков в том числе и от вас спасибо что помогаете их приобрести и муж и свекровь тоже поспособствовали покупки следующих подарков и так рубрика импортозамещение да наверное мы будем сейчас смотреть наборчики которые я себе приобрела на 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 подаренные средства друзья мои лисяне давайте с вами посмотрим на мои подарки к 8 марта и как всегда это либо для канала либо для души для ну вышивка ладно давайте приступим продолжаю буду продолжать рубрику код в мешке будем вышивать с вами открытки да да и такое есть такое есть лука с у нас здесь что же я сегодня так плохо вижу название магазина набор для вышивания производства молдова вот у меня еще бы один флаг на аватарке появился если бы я продолжала флаги ставить но кому-то режет глаза поэтому ладно производство молдова ничего творческого нам не чуждо далее у нас идет тоже открытка только из-за алмазной мозаики хочу вместе с вами посмотреть что это такое будем собирать ее масочку вот такая лисичка должна появиться кстати вот в первом варианте тоже лисичка оказывается есть и такое теперь хочу рассказать вам про вот это вот прям так мешком и продавалась это комплект жар птицы так продает на вайлдберрис когда видимо может быть долго не покупает или хотя хочет ликвидировать товары как можно быстрее больше то они берут просто по 3 по 3 по моему я видела по 3 по 2 видела у набора в комплекте комплект этот давно лежал у меня в корзине он сначала стоил полторы тысячи потом он стоил к новому году 1200 и вот я дождалась и вот честно я сейчас не вру барабанная дробь он стоил мне 500 рублей 3 набора вот к 8 марта они решили вот такую скидку сделать как выгодно иногда подождать хорошо что к новому году хоть и сюжет новогодний я его не купила давайте раскроем вместе я очень довольна что раскидала деревяшечки чтобы для паху вкусно пахло так вот этим снарядом можно резать бесконечно главное надо просто порвать и все варварский то есть вот значок вот берется как надо что здесь было написано ну да артикул м 326 327 328 набора для вышивания 3 штуки смотрите это чтобы это как печать такая что что никто не трогал не раскрывал кто и никогда да мне нравится еще и медведи помимо лис особенно белые ну ладно белых не было но вот это это конечно не очень особенно если кому-то даришь набор ладно оставим это на совести вайлдперис медведь с рябинкой рябинку они ягодки любят медведь под елочкой и медведь который вяжет себе много чего интересного варежки свитер шапочку уже надел это все небольшие такие работы 19 цветов непонятно сколько цветов и 13 цветов небольшие работы 1822 1822 1822 можно одну большую рамку для них купить в том же самом магазине по студии деревяшки их ответствление и сделать самой в рамку я прям я очень быстро такие наборы вышиваю ну пап опыту прошлого времени я не думаю что я потеряла скорость где-то от пяти до максимум 10 дней потому что нужно вышивать тут полу крестов очень много тут очень много ну логично все и легко так что надо просто решиться но сейчас не хочется сейчас почему-то не хочется я никогда не привязываюсь и зима значит зимние нет это все ерунда я вышиваю по наитию как мне хочется и далее были огромные огромные скидки на в магазине сделай своими руками к 8 марта я просто когда это увидела я каждый раз перед праздниками и залезаю в корзину и смотрю на что огромная скидка то и беру если у меня есть возможность конечно я взяла три наборчиком тоже и это лисы тоже лисы сделай своими руками а это перевод счастливы вместе 18 на 15 вот такая парочка лисиц они прекрасны они просто я видела их отшивы там уже на вайлбрис есть в комментариях отшила этих лисичек смотрите канва светит и даже схему видно через канву схема цвета символьная все видно бэк очень хорошо выделен помимо того что черный жирный так еще и белым немножечко выделен и бэк несчетный сразу говорю сразу вижу и что и и ниточки видны немного нормальные там всем хватает вроде бы 14 каунт мулинеха б 32 цвета инструкция органайзер игла художник донна рейс счастливы вместе это первая серия многоферийного трехсерийного пока что фильма далее идет почти похоже но как обычно встречаются люди встречаются люди влюбляются женится вот именно вот эти два углу три глагола у меня ассоциируется с этой с этой серии пока бусики она пытается быть нарядной понравится на моменте встречания в люблю влюбленности у нас присутствует на свадьбе это очень похожие лицы здесь крупнее все будет просто здесь мельче не в каунте дело а в схеме здесь такая же красивая схема 16 каунт она и в каунте тоже там 14 здесь 16 каунт 51 цвет ничего себе это что нет вроде не открывалась свадьба здесь уже нет бус здесь бантик здесь такой фэмили лук у него бантик у нее бантик цветочки немножечко отличаются и такие наряды прикольные вот как цирковые почему-то у меня такие наряды ассоциируются в общем все свадьба свадьба кольца кольца все замечательно и последний этап это появление первенца семейный портрет тоже 2 а тут уже чуть-чуть побольше там было 20 на 27 а здесь 20 с половиной на 27 очень много у меня символов связано с этими работами у нас тоже была ряженая свадьба на мы были пиратами здесь здесь циркачи больше похоже на то большим символизмом я наделяю эти вышивки он очень вплоть до значения цветов вплоть до ягодки вот эти вот юн здесь он просто скрепляет связывает семейные узы здесь ягодки это детки уже новое новое поколение рождается и много я смотрю и в каждую деталь я глаз цепляется за каждую деталь и вот эта птичка хорошие новости вот я уверена что у этих лис еще будут лисятки вот и у меня просто на каждый на каждую деталь рождается своя какая-то история своя какая-то ассоциация и это круто это вот так с нами говорят вышивки когда они будут вышивки я не знаю лис очень много но главное что они есть я очень благодарна и платформе marketplace и магазину по что делают такие скидки потому что эти наборы у меня лежали в корзине по полторы тысячи и в 8 марта они были по 500 рублей то есть я считаю что три набора за цену 1 это нормально это круто вот просто вот вот такие из таких мелких радостей рождается счастье большое большое счастье надеюсь вам понравилось я очень очень счастлива и благодарна своим родным людям которые продолжают дарить мне такие моменты моменты радости и счастья я вам обещала вставлять маленькие видео с выступлениями действительно народных артистов тех кого я считаю народными они из народа они живут с народом и сейчас мы посмотрим небольшую песню и потом я ее прокомментирую и 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 Возвращайся, мой любимый, без тебя я столько дней. Возвращайся, если сможешь, поскорей, поскорей. В этом мире неуютно, нас с тобой спасает ноль. Только вера, только вера и любовь. Попрошу небо я, чтоб печали не было, Чтоб разлуки не было, будто между нами. На деревне тихо, и не будет легко. Время по деревне ходит не спеша. А где-то песня льётся, в сердце остаётся, И на части рвётся русская душа. А где-то песня льётся, в сердце остаётся, И на части рвётся русская душа. Итак, друзья мои, перед вами выступал коллектив Новослободского дома культуры, прекрасная директора Зинаида Ивановна Капаева. Я её обожаю, я познакомилась с ней ещё работая в газете. И вот они ездят по сёлам, у них настоящие гастроли, Их любит публика, их песни слушают, у них есть. Я оставлю ссылки внизу под видео, в описании, На их группы в Одноклассниках, ВКонтакте. Заходите, лайкайте, радуйтесь. Они периодически выкладывают песни, концерты. И это, ну, классно. Классно, когда село живёт, Когда люди неравнодушны, Когда творчество кому-то нужно. И пока вот это живёт, Пока живут ДК, школы в наших деревнях и сёлах, Сёлам жить, деревням жить. Это сердце. Пока это сердце бьётся, значит, пациент скорее жив. Я надеюсь, что этот коллектив И вообще Дом культуры посуществует как можно дольше, Что он построен, вот если бы вы видели, У меня будет когда-нибудь сюжет на влоговом канале про этот клуб. Я уже снимала его. Он был построен прям из мрамора, как дворец. Тогда Новослободск был посёлком огромным, многоэтажным. Было мало таких частных домиков. В основном это были многоэтажки. И вот дух вот этого грандиозности живёт в Новослободске до сих пор. Мне он очень нравится. И там такие люди классные, добрые, улыбчивые, весёлые, Практически все задорные. Очень многие участвуют в различных коллективах и кружках Дома культуры. В общем, что хвалить, идите и посмотрите. Следующий наборчик, который я занималась в... Занимаюсь? Ещё только середина марта, в марте. Это наборчик на деревянной конве. Вы знаете, вот я родом из деревни и всю жизнь там прожила. Я помню, как иногда нам не хватало машины, дров, по-моему, на зиму. И мы где-то докупали. Докупали. Папа пилил. И мы выходили их колоть. Мы ждали, когда оттепель пройдёт, потому что влажные, напитанные влагой дрова не очень хорошо колоть. Мы ждали, когда морозец бахнет. И вот я помню этот запах. Мне вот деревянная конва напоминает вот этот запах прекрасный, когда морозец прихватил вот эти полежки, и ты вонзаешь туда топор, и они поют, ну, просто охают, и разговаривают на разные голоса, на разные интонации. Очень звонко, очень классно перекрикаются. Это как будто буратино делаешь. Ну, в общем, этот запах непередаваемый. Морозных дров, которых надо поколоть, даёт деревянная конва. И что же я начала? Я начала вот этот оберег от созвездия. Я его вышила почти уже. Сейчас я покажу, на каком этапе. Почти вышила, но сначала хочу отвлечься на рубрику кроссвордов. Вот ключ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь цветов, один бленд. Фрузилок. Понятно, что такое. Бэкстич. Понятно, что такое. Что такое прямые стежки в одну нить? Двух цветов. Прямые стежки в две нити. Я сначала думала, это бэк, потом посмотрела наверх бэк. Есть. И вот бантик из двух нитей красного цвета. Бантик, понятно, просто нитки завязать бантиком и всё. Но мне такого я не очень... Ну, в общем, я ещё подумаю до конца. Далеко. До конца этой вышивки. Так что такое прямые стежки в две нити? Объясните мне, пожалуйста, если это возможно в комментариях. Так вот, друзья, обережки. Это помощница 10-ти ручка. Будет о ней отдельный ролик. Вышила я его практически за два дня. Все крестики. Ну и дальше бэкстич. Сейчас я на этапе... Вот я только вышила все крестики. Почти, почти. Ладно, не буду вращаться. Покажу сколько. На лицевой стороне все крестики. Ой, боже, какой запах. Дерево. Прям запах. Вот тянутся нитки много. И вот остались тут милые и здесь чуть-чуть белых. Вот на таком я этапе сейчас. Я думаю, что за сегодня я закончу уже эту работу. И сниму итоговый ролик. На горе колхоз, под горой совхоз. А мне миленький задавал вопрос. Друзья мои, таким был очередной выпуск вышивального колхоза. Не знаю, пока не собирала, каким он получится. Не стала я платок надевать жаркой. Так в Олимпийке еще. И если платок, то вообще будет жара, жаришка. А вам я желаю благодатных всходов в виде крестиков на конве. Хороших результатов. Благополучия, здоровья, счастья, побольше солнышка. Мы так соскучились по нему за эту зиму. И улыбок, побольше улыбок. И я очень, еще раз скажу, я очень вам благодарна за все, за то, что вы у меня есть. С вами была Леся из сказочного леса. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok